Феминизм – это социальное движение за равноправие женщин. Какие этапы проходит феминизм в своем развитии? Начало этого движения мы относим к концу 18 века, когда во время французской революции был впервые поставлен вопрос о равных гражданских правах мужчин и женщин. Но только в середине 19 века начинается организованное движение женщин Европы и Соединенных Штатов за свое равноправие. Это и было начало первой волны феминизма. Оно получило название суфражизма от английского слова suffrage – право голоса. Суфражисткам потребовалось 70 лет упорной борьбы, прежде чем в 20-е годы 20 века избирательные права женщины получили в большинстве стран мира. Российские женщины, которые тоже участвовали в этом движении, получили их несколько раньше, после февральской революции 1917 года. А вот француженкам и итальянкам пришлось ждать еще 25 лет. Только во второй половине 40-х годов они могли прийти на избирательный участок. Одновременно с этим требованием феминистки первого этапа требовали допустить женщин в высшие учебные заведения и добились этого к началу 20 века. Это тоже было нелегко, потому что противники эмансипации были твердо убеждены, что высшее образование, как и избирательная прама, вредно для женщин, потому что оно отвлекает их от выполнения их единственной природной функции быть матерью. Поэтому первая волна феминизма заканчивается победой в 20-е годы 20 века и движение идет на спад. Но через 40 лет начинается вторая, более мощная волна феминизма, в которой уже не тысячи, а сотни тысяч женщин приняли участие в борьбе. Они осознали, что юридического равенства недостаточно. Необходимо бороться против всей системы патриархата за реальное равноправие. Исследователи выделяют в этом крыле, в этой второй волне, два течения – либеральное и радикальное. Либеральные феминистки выступали за политические реформы. Прежде всего, за принятие новых законов, запрещающих дискриминацию. Ведь в начале 60-х годов замужние женщины западных стран должны были получить письменное разрешение от мужа при поступлении на работу, при открытии счета в банке, при аренде жилья. И в Гарварде, в одном из самых престижных университетов в Соединенных Штатах, еще в начале 70-х годов не было ни одной женщины-профессора. В 1963 году американская журналистка Бетти Фридон публикует свою книгу «Загадка женственности», где она развенчивает основной миф того времени, миф о счастливой домохозяйке. Она показывает, что замкнутые, как она писала, в уютном концлагере своей семьи, женщины страдают от невозможности реализовать свои способности. Они вынуждены подавлять свои интеллектуальные возможности во имя канона подлинной женственности. Эта книга оказала влияние на умонастроение миллионов женщин, стала мировым бетселлером, а сама Фридон стала лидером женского движения, возглавив организацию, в которой вначале было 300 активисток, а через 10 лет их стало уже 250 тысяч. Либеральные феминистки использовали традиционные методы давления на власть. Они организовывали массовые марши протеста, демонстрации, петиции политикам, лоббирование новых законов и убеждение избирателей голосовать только за тех политиков, которые разделяют идеи равноправия. Но в этот период формируется и радикальное крыло, которое составили студентки, активистки молодежных движений, проходившие в 60-е годы во всех странах. Они понимают, что только одними законами невозможно изменить патриархатную систему. Нужно менять общественное сознание, нужно отказываться от гендерных стереотипов и менять сознание самих женщин. Поэтому они начинают создавать группы роста самосознания, в которых сами сначала обсуждают свои личные переживания, свой личный опыт, опыт взаимоотношений к семье и приходят к выводу, что их личный опыт имеет универсальные корни. Это корни зависимости и угнетения. Поэтому их лозунгом становится лозунг «Личное – это политическое». Для этого крыла феминизма очень важной оказалась книга, написанная еще в 1949 году. Известный французский философ и писательница Симона де Бувар назвала свою книгу «Второй пол». В этом труде на основе изучения фольклора, мифологии, философии и психологии она приходит к выводу о том, как на протяжении столетий формировалось представление о вторичности женщин в обществе и культуре. И женщины сами принимают на себя эту вторичную роль, роль второго пола, значимого только по отношению к мужчинам. Поэтому феминистки радикального крыла от собственных групп самосознания переходят к активным действиям. В отличие от либералок они не используют только публичные акции, демонстрации, марши протеста. Они пытаются расшатать культурные нормы, поэтому прибегают специально к провокативным театрализованным действиям. Самой знаменитой стала акция во время конкурса «Красоты Мисс Америка», когда за пределами этого здания, где проходил конкурс, они короновали овцу, а в ящик женской свободы побросали предметы женского туалета, глянцевые журналы и косметику. То есть те символические предметы, которые закрепощают женщину и создают ложные и нереальные образы красоты. Радикальные феминистки сделали основной упор на создание автономных женских организаций, кризисных центров. В начале 90-х годов специалисты говорят о том, что начинается третий этап, третья волна феминизма, когда феминизмов становится уже множество. Феминизм чернокожих женщин, этнических меньшинств, постколониальный феминизм, культурный и исламский феминизм. Все новые группы включаются в борьбу за свои права, появляются новые темы. Борьба, таким образом, продолжается, и сейчас, в 21 веке, она уже переходит в глобальную стадию. Субтитры создавал DimaTorzok